Приветствую вас! Вы задавали свой вопрос. Вы задавали вопрос до этого, но не сделали, во-первых, лучшим ответом. То есть не выбрали лучший ответ. Во-вторых, судя по вашему профилю, вы не брали личных консультаций. То есть вы не работали с коллегами моими по этому вопросу. Дело в том, что в ситуации, в которой вы оказались, вы оказались не случайно. К этому вас привели определенные факторы, в том числе ваше поведение, ваша мировоззренческая позиция, ваше отношение к себе и к мужу, а также вопрос личной ответственности. И переживать развод и измену не нужно. То есть, ну, подавлять в себе чувства не нужно. Необходимо напротив ваши чувства раскрыть, раскрыть то, чего вы хотите, и брать на себя личную ответственность за то, что вы хотите и за то, что вы можете сделать. Сейчас вы находитесь в позиции жертвы. От вас ничего не зависит, от вас ничего, ну, как бы вы ни на что не влияете, да? Вот, и вы нуждаетесь в помощь. Вот подумайте, как давно вы зависите от других? Было ли когда-нибудь в вашей жизни такое, что вы не зависели ни от кого, а зависели бы только от самого себя? Понятно, что сейчас у вас есть определенный кризис, и нужно активно искать способы выхода из этого кризиса. Здесь моя коллега права, что обращаться нужно за помощь и все такое. Но необходимо понять, что в первую очередь, если вы не разберетесь с собой, если вы не измените отношение к себе и не подкорректируете свое поведение, свой жизненный сценарий, свое отношение к себе и к мужчине, вот, и своей мировоззренческой позиции, то ситуация повторится. То есть сейчас из кризиса вы выйдете, сейчас вы с кризисом, например, справитесь, а рано или поздно он вас опять настигнет, потому что вполне возможно, что следующий мужчина, если он у вас появится, так же будет вам изменять. Вот. Поэтому пережить развод и измену, да, означает подавить свои чувства. Вот. А значит подавить свои чувства. Смотрите, что вы пишете. Значит, недавно на сайте задавал вопрос о том, что муж полгода изменяет другой женщины. И что? Вопрос вы задали, ответы получили, и была ли проведена работа? Если да, то как? Какие результаты? Если нет, то почему? После всех последних шансов я нашла его переписку и поняла, что, наверное, уже не изменить. Никаких последних шансов давать никогда не надо. Потому что человеку, который изменяет, изменяет регулярно. Во-первых, нужна помощь психолога, а во-вторых, вам тоже нужно работать с психологом, потому что измена – это системная проблема, которая является свидетельством о наличии кризиса в отношениях между супругами. Никаких последних шансов здесь давать не надо. Точнее, это бесполезно абсолютно. Вот. Я поняла, что, наверное, это уже не изменить. Нет, можно изменить, если бы вы работали с психологом, и если бы он работал с психологом, или если бы вы хотя бы сами работали с психологом, всё бы изменилось. А так само по себе, да, не изменится. Она попросила его уйти. Ну, то есть, по сути, вы избегаете проблемы. То есть, вы сбежали от проблемы и думаете, что так её решите. Нет. Так она не решится. Он ушёл, я остался одна двумя детьми, младшему год, без денег, ни в своей квартире. Ну, если он ушёл, то алименты он должен платить, как вы считаете? Детей поддерживать он должен, как вы считаете? А то, что вы остались без денег и не в своей квартире – это уже вопрос вашей личной ответственности, о которой я говорил. То есть, прежде чем просить его уйти, вам нужно было подумать о том, как вы будете жить. Ну, то есть, допустим, мужчина изменяет. Окей. Рассматривать его как адекватного партнёра больше нельзя, но он вас поддерживает. Значит, пока он вас поддерживает, вы можете заниматься чем-то своим и обеспечивать в себе фундамент независимости. А заботились в этом? В этом? Нет. Почему? Потому что измена вас задела. А это ваша проблема. Это ваша ответственность. Это ваши негативные мысли о себе в результате измены. Понимаете? Вы не захотели взять ответственность на себя за то, как бы вас приняли измену. И вам было проще отмучить бояться и теперь оказаться в состоянии безысходных, в состоянии тупика. Вот. Посмотрите, психологическую игру – тупик. Посмотрите. Дальше. Старыча дочь заболела. Помогать не некому. Некому. Опять же. Откуда расчёт на помощь Алену? Очень тяжело. Состояние моральное и физическое очень плохое. Не ем, не сплю. Из-за чего? Не едите, не едите, не спите. Из-за измеры? Вы так плохо о себе думаете, что считаете, что мужчина изменял вам из-за вас? Нужны силы на детей. И это только начало пути. Как мне себе помочь, чтобы не сойти с ума? Я понимаю, что нужно время, но так долго я нахожусь в этом кошмаре, что просто нет сил. Спасибо. Себе вы не поможете, потому что вы не в том состоянии. Единственное, что вы можете сделать – это вернуть мужа назад, договориться с ним, что… Ну, сказать ему, что попробуйте начать это сначала, а самой выстраивать план по образованию своей независимости. Либо требовать от него через суд, либо через договор законные средства на поддержку детей. Это единственное, что вы можете сделать. То есть начните, Алена, начните уже требовать что-то для себя и делать что-то для себя. Понимаете? Начните ставить цели и идти к ним, если не ради себя, то хотя бы ради детей. А впоследствии обязательно запишитесь к психологу для индивидуальной работы. Так, дальше, значит, смотрите, ваш предыдущий вопрос я решил тоже рассмотреть, благо он есть. У меня сложная ситуация с мужем, я не могу справиться сама. Но опять же, сложная ситуация, правда, только для вас. То есть если ситуация сложная, и вы ее характеризуете как сложную, то она сложная для вас. Но она не сложная для мужа. Мы вместе 11 лет, отношения были хорошие и крепкие, у нас двое детей 82 года. Опять же, отношения хорошие и крепкие, это ваша оценка. Того, что есть. Это ваша оценка. Но ни в коем случае не оценка вашего мужа. После рождения второго ребенка очень долгожданного сына. Долгожданного кем? Вами, мужем. Для чего рожали второго ребенка? Первый год, все было хорошо, но после года как-то стали наши личные отношения с мужем охлаждаться. Были материальные проблемы, он не работал. Я детьми все время, начали субреки, он стал пропадать в сердце, охладел. Ну, так было пару месяцев. Вот. Ну, понимаете, какая история? Потому что наши отношения с мужем, пишите вы, стали охлаждаться. То есть такое впечатление, что отношения живут сами по себе. Без вас. Но ведь отношения строите вы. Отношения выстраиваете вы. Отношения напрямую зависят от вас. И вопрос здесь заключается в том, так что же вы делаете для того, чтобы отношения не охлаждались? Что именно вы делали? Были материальные проблемы, он не работал, я детьми все время начали субреки. Со стороны кого? Он стал пропадать все чаще. Делали ли вы что-то для того, чтобы ему было меньше желания пропадать? Я стал подозревать, что есть другая, но верить в это не хотела. Конечно, знаете, как бывает, что угодно, то кто угодно, только не мой муж. У него такие цены, он всегда осуждал таких мужчин. Подозрения, догадки, это все здорово. Что вы делали для того, чтобы наладить отношения? Я его долго спрашивал, он нет и все, пока я его не закрыл в прихожей без света. И сказал, не выпишу, пока не сознаешься. И вот в какой стадии вы так вот себя стали вести. То есть, вместо того, чтобы укреплять отношения, вместо того, чтобы работать над улучшением отношений, вы стали его шантажировать. Причем, даже не давали ему возможность по сути дел самостоятельно вам сказать, а давили на него. Не это ли проявление ваших проблем? Не это ли проявление вашего страха, вашей неуверенности в себе? Не это ли проявление отсутствия вашей значимости? Не это ли проявление, ну например, недолюбленности? Не это ли проявление нежелания решать проблемы, которые есть? А проще, проще начать быть преследователем? На, вы треугольный карп, изучите. Вот. Так. Значит, да, полюбил другого человека. Не очень рада, но хотел. А я испугался его потерять. Почему? Удерживала, просила, не уходить, унижала, боялась. Опять одна детьми. Вот. Вот. Вот этот страх ей нужно исследовать. Вы боитесь свободы, вы боитесь собственных принятий решений, вы боитесь личной ответственности. Короче, она осталась и начался этот кошмар. Он сказал, что был мимолетний роман, она уехала, ее нет в городе. Но это уже, по сути, без работы с психологом это уже, по сути, не отношения. Я подумал, пройдет время и все забудется. Не забудется, если вы ничего не будете делать для улучшения отношений. Спали мы раздельно. Так прошло три месяца. Тут она, наверное, совершенно случайно стала думать дома. Телефон хотел обычно не выпускать из рук. Я, конечно, заглянула, нашла переписку в Вайбер. Вот что значит, конечно, заглянула? Это, вообще-то, личная граница человека. Вообще-то, вам туда нельзя. Вообще-то, вам нужно это уважать. Особенно, если вы спите раздельно. То есть, вы, как бы, определитесь, вы либо спите вместе между вами полное доверие, либо вы спите раздельно и между вами доверия нет. Так же непонятно, что вы решили. Или вы ожидали, что муж будет три месяца спать с вами раздельно, и ему будет не хотеться ничего и никого? Какое-то идеализированное восприятие. Так, сказать не могу, что со мной в этот момент случилось. Такие слова он писал ей, на которые он не был способен 11 лет в нашей жизни. Когда я увидел, кто она, я была в шоке. Мы живем возле роддома. Так, ну, опять же. То, что он говорил ей слова, которые я не говорил вам, это всего лишь свидетельствует о том, что вы не та женщина по образу, которая ему нужна. Либо вы не даете ему того, что ему нужно, а она дает, и из-за этого у него такие восприятия. Опять же, вопрос, насколько уж вы ориентированы на мужа своего были в отношении. Так, значит, мы живем возле роддома. Так, там работает девушка. Мы с ней познакомились, когда я еще с дочкой рожала. Сладчего она меня принимала. Муж ее тоже хорошо знает. Она очень грубая, такая хабалка. Мы с мужем еще все время обсуждали, какая она противная особа. Так вот это была она. Ну, может быть, вашему мужчине и нужно такая вот грубая, такая активная, жесткая женщина. То, чего ему не хватало с вами. Кто знает. Я ее вижу, все время гуляю с детьми, с собакой, она так приветливая. И при этом с моим мужем уже полгода. И что? С вами она не должна была, не должна быть приветливой? Или сказку? Вот. Как бы да? То есть здесь опять же в переносе ответственности происходит. То есть это она, какая она плохая. Он ей сказал, что у нас нет отношений, мы в разводе. Ага. Ну, это говорит о том, что он с вами не удовлетворен. Он долго забивался. И, короче, я была в таком шоке, орала при детях, выгнала его сразу. Ну, вот видите, да? То есть это вот детская, вот детская такая реакция, да? То есть не хочу узнать, что произошло, почему надо выгнать, и все, от меня это задело. И совершенно очевидно, что в вас это всплыхнуло все чувства, те строки, которые были у вас всегда. Недолюбленный страх, неуверенность, отсутствие собственной значимости. Понимаете, какая история? И за это ответственность вы перекладываете на свой, своего мужа. В чем, в чем момент. А, дальше. Я, эээ, значит, так. Он три дня ночевал в машине под домом. Сказал, что все понял, дети дороже, или кто любит, ее не отрицал. Просил пустить ради детей, я просил пока пожить отдельно. Со временем с детей он опять вернулся. Ну, то есть здесь вот у вас опять же ответственности нет. Да? То есть если вернулся, то будем ли мы строить отношения, будем ли мы разговаривать, будем ли мы улучшать что-то. Нет. Этих моментов я у вас не вижу. Я ее встретил, был разговор жесткий. Ну, вот видите, да, то есть опять же обвинения какие-то у вас начинаются, да, по отношению к ней, вот этот вот перенос ответственности. И все, вы отказываетесь понимать, что между вами и мужем уедет проблема, и эти проблемы не связаны с женщиной. А она говорит, любовь у вас нет. Я думал, у вас все, поэтому я не виноват. Я говорю, почему не просил, ведь людям это все время. Ну, это опять же, да, это вот преследователь. Вы здесь уже, уже из жертвы переходите в преследователь. Я сказала ей, что еще раз и просто закапаю. Ну, Алена, ну, знаете, вот, ну, 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 ну что это, да, ну что это за детский сад, детский сад какой-то. Что это за детский сад какой-то? Ну, не серьезно, не серьезно. Просто не серьезно. Это было в ноябре, прошло время, нас ничего не было, спали раздельно. Я, конечно, страдала, но верила, что все равно наладится, если бы не хотел, то было бы с ней. А вы-то сами что делали для того, чтобы отношения наладились, помимо того, что угрожали, выгоняли и ставили ультиматумы. И спали раздельно. Что вы делали, помимо того, что надеялись? 19-го начался Великий Порт, я начала попститься, настроилась. Настроилась на что? Смотрю на столе телефон, забыл вайбер, что пришло, поднимаю, там опять моя любовь, что такое. Так правильно, вы же ему ничего не даете, вы же ничего не меняете, вы же не показываете, что готовы что-то делать для улучшения отношений. Вы же его не слушаете. Вы же к нему навстречу не идете. Понимаете? У мужа неудовлетворенность, у мужа проблемы, у мужа не хватает чего-то. Вы над отношениями не работаете, а ждете, что он просто изменится, да, и добавит на свет свои желания. Но это невозможно. Получается, что свои желания вы также не признаете. И начинать работу нужно именно с этого, с раскрытия ваших чувств. Дальше, вы знаете, я даже ничего не почувствовал, я ему показал, начал говорить, что любят только меня, это все ошибка, и просто дать шанс. Ну, так сказать, по сути, опять же, позиция виноватого, а вы, соответственно, извините. Я просто ничего не сделал и, наверное, просто устал. Но вот эту неделю вместо молитвы я живу в аду, опять мысли, слезы, подозрения. Но это, это вот ваша неуверенность в себе. Это ваша неуверенность в себе. Вот, кстати, а какое значение, значение посты и молитвы играют в вашей жизни? Эээ, какой роль? Вот. Не знаю, как поступить в этой ситуации. Дети, конечно, держат. Маленькие, еще он, как отец, замечательные, финансные. Я младшему только два, я еще не могу работать, но так ведь нельзя, я просто с ума сойду. Он ведь рядом все время, я не могу об этом не думать, переехать мне некуда. А как так получилось, что переехать вам некуда? Некуда. Вы же как-то стали жить в этом месте? Ну, как так получилось, что вы не приглашили ему поработать с психологом, поработать над отношениями, разобраться до конца между собой, из-за чего была измена, из-за чего ему не хватало? Потому что вы думали о себе. Некуда. Вот, в принципе, это то, что можно вам сказать, да? И когда вы говорите, что помогите, пожалуйста, да? Помогите, пожалуйста. А помочь в чем? В чем? В чем? В чем? В чем? Пожалеть вас? Ну, можно. А что это даст? Вам? Ничего это не даст. Жалость. Жалость вам ничего не даст. Именно жалость вам. Вам ничего не даст. Жалость по отношению к вам. Ну, не работайте. Работайте над отношениями. Сейчас еще не поздно мужу вернусь. Я думаю, верните его и приглашайте работать над отношениями, если он вас любит. Если он другой женщина, ну хорошо, пусть он с ним встречается, вы либо работаете над отношениями, либо используете его ресурсы для того, чтобы становиться независимым. Это вот то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.